всем привет ребята сегодня будет видео не рассказ покажу что я купила из магазина возили сегодня матвея к врачу потому что кашель больше месяца видите все эти мои лекарства ничего ну то есть не помогало назначили антибиотик потому что в любом случае такой продолжительный кашель тут без антибиотика не обойтись это понятно так цены я вам скажу в конце я купила негазированной водички бутылку хотя здесь очень хорошая вода даже пьем из-под крана от источнику как бы вода хорошая давайте сейчас лекарств начнем значит бронхолитин вот такой сироп это от кашля флуканозол после антибиотика сказали пропить один день потому что возможно это грибковая природа кашля так как мы просидели в сыром ну подвале две недели возможно да какая-то флора присоединилась это я тоже понимала антибиотик на грибок не берет вы знаете поэтому нужно и бактериальную флору сначала убить а потом грибковую так лекарство значит антибиотик вот такой вот про лимит не знаю про него ничего гербион исландский мох это очень хороший сироп он дорогой 200 чем-то гривен но без сахара мне его посоветовали это вместо лоротодина лоротодина нету то есть что-то антигистаминное понятное дело надо так по ценам гербион исландский мох 208 флуканозол 30 гривен и вот эти лервизин 49 15 одна пластинка дальше что я взяла в магазине это в магазине магазинчик небольшой взяла пилочку на для ногтей 15 гривен потому что у меня ничего нет для ногтей вообще ногти ужасные страшные ну в общем конечно не до этого взяла детям вот такую дети сейчас любят такую варенку как тут называет варенка вареную колбаску в принципе сказали что хорошая говорят что ну это местная да какая-то нововолынский мясокомбинат говорят что вот эти там их завозят немного их разбирают поэтому я взяла по 104 по моему она гривны в общем я в местных не понимаю беру то что есть так ребята и это уже вот этот магазин вэлморт супермаркет здесь уже фиксированная до цена колбаска вот если сам скажу что я взяла еще в том магазине колбаска вареная классическая у меня получилась вот эта палка на 124 я взяла боржоми в стекле 33 гривны пилочка 20 гривен они 15 вода ранковая роса 13 и мороженое мы там взяли по 21 гривне малым так а теперь вэлморт я взяла соломка вот это обалденная соломка вы знаете здесь состав неплохой то есть я сейчас на составы конечно не смотрю знаете сейчас не до этого но просто ради интереса сравнить нашу киев хлеб которая соломка там пальмовое масло написано открытым текстом то здесь нет и вот мне очень нравится вот эта уманская соломка она вообще шикарная здесь только подсолнечное масло значит мука дрожжи высевки сахар ну то есть вообще в принципе и по вкусу то есть я по вкусу мы все поняли когда попробовали соломку эту вкуснее соломки не ели серьезно так взяла вот такие несколько упаковок до чаю рожан до чаю печенья вот такие у них булочки для детей понятное дело это мы затем вот с матвеем были матвей говорит школе у них такие по 12 гривен пекли вот эти ватрушки а тут мы увидели у них там они по 6 или по 7 всего я взяла каждому у нас пять детей сейчас здесь полу значит пола тружки каждому вот такие пять взяла вот такие орешки чтобы были на запас это как говорится запасики небольшие шоколадка на запас уходит так взяла вот такой хлеб мне тоже этот хлеб понравился не знаю как он называется он темный и он резанный вот такой упаковочке очень кстати вкусный тоже взяла вот такую детям колбаску я трань высший сорт особо выбора не было но в прошлый раз брали ничего такая вроде бы пошла она у нас ушла на ура дела ребята авокадо авокадо просто разложили очень много его очень много пропадает хаос был по 24 гривен они почти все гнилые то есть я трогала а эти по 37 тоже они мягенькие но еще не гнилые вот как раз супер можно есть видно что эти авокадо никто не берет честно говоря я вот не понимаю поставили бы уже там по 10 гривен по 5 знаете что ну чтобы разобрать потому что за 24 даже брать не ну гнило и а никто его не будет и там огромная гора авокадо мне просто жалко что он сгниет и пропадет дальше я взяла два огурчика детям свежих но они как бы не скажу супер сладкие ой вкусные но вот запах этого огурца знаете мы и не хотят есть соленые 44 52 штучки все равно какой-то такой аромат свежести в этом трасс были макароны потому что в тот раз мы были вообще не было ни одного ничего вот такие какие-то я надеюсь что они хорошие не развариваются хотя сейчас уже на это не смотришь лишь бы какие были думаю возьму на запас три пачки 8 минут это хорошие от из твердых сортов должны быть маленькие рот и две спиральные такие две спираль как все ребята там еще одна пачка макарон и здесь я взяла матвею две тетрадки клетку и два альбома для малювания что было здесь это наше предписание врача и сейчас я вам по ценам быстренько скажу что я здесь купила в элмарте мои агерок на 44 50 колбаса я транчик 6695 и он так покажу здесь плохо видно п чего хорошая по 13 гривен одна пачка дрожжа по 1190 соломка соломка непонятно по 1728 макароны по 35 3 пачки да на 107 у меня получилось ватрушка 779 вообще даром это играет у нас в школе в два раза дороже был так булка ромашка 1620 хлеб 1684 пакет 294 зошит и по 5 гривен альбомы по 10 510 так быстренько так забежала грубо говоря в этот раз очень быстро не попасть под сирену как в прошлый раз вот в принципе будем лечиться но такие вот дела друзья мои так что хотела тоже вас поддержать в тех городах которых нет бомбежки хотел сказать что вы вели обычный образ жизни старались работать все это говорят работайте кто может чтобы поддерживать экономику вот и не сдаваться не входить депрессию то есть в принципе вот мы были дату из тех городах у которых не цепляет все нормально более-менее как-то жизнь налаживается входит в какой-то ритм более менее то есть все работает начинает и новая почта уже запускаться мне звонили из киева посылка должна прийти сюда потому что в киев там не могут доставить я говорю давайте сюда бесплатно все переадресация мне бесплатно привезут надеюсь что дойдет то что я еще перед войной заказывала сони юбку в садик у нас должен был быть утренник на 8 марта который не состоялся вот такие вот дела друзья мои так что в принципе мы на позитиве все будет хорошо всем желаю бодрости духа не впадайте в панику все нормально я думаю что уже столько времени мы уже с вами научились жить с этим и будем дальше мы такой народ что мы можем как говорится приспособиться практически ко всему и мы должны приспособиться ради нас раз и ради наших детей но мы все это понимаем что это временно и в любом случае это скоро закончится ребята я надеюсь что скоро закончится поэтому будем пока налаживать жизнь такая как она есть таких условиях которых мы есть напишите в комментариях как вы где вы в каких областях городах как у вас жизнь кипит работают ли магазины вот друзья очень интересно будет почитать комментариях все до новых встреч пока пока